Козлова Юлия Михайловна Козлова Юлия Михайловна Козлова Юлия Михайловна разные. Выбирать его надо в зависимости от того, что вы собираетесь зажать или сеять. Этот маркер на 15 сантиметров, между зубьями 15 сантиметров. Для растений это вполне достаточно, но такого расстояния недостаточно для тропинки, а тропинки нам понадобятся. Как их сделать чуть позже. Сейчас размечаем поле. Ставим маркер так, чтобы крайний зубец подпадал со шпагатом. И просто ведем маркер вдоль шпагата. Теперь этот же крайний зубец ставим в ворог. И опять получаем. Я буду прикреплений. Таким образом размечаем все поле. Поле мы разметили. Сейчас нам нужно сделать тропинки. В эти бороздки мы будем сеять. Но вот в первую и вторую бороздку мы сеять не будем. Потому что здесь лук, щавель, там сорняки. Сорняки поползут на поле. Мы оставим некоторое расстояние и потом посадим туда что-нибудь крупное. Например, сельдерей. А считать будем вот с этой вот, третьей бороздкой. При моем росте мне удобно обрабатывать четыре ряда. Два с одной стороны, два с другой стороны. Раз, два, три, четыре. Кладем сюда колышкой. Разматываем шпагат. Смело идем по одной из бороздок. И отмечаем еще одним колышком нашу первую грядку. Переставляем наши колышки. Теперь о ширине тропинки. У нас между бороздками 15 сантиметров. Сами понимаете, тропинку можно сделать 30 сантиметров или 45. 45 удобнее. Больше делать не надо, потому что ошибочно полагать, что тропинку не надо будет обрабатывать. Ее тоже надо будет пропалывать и, как ни странно, поливать, потому что на нее тоже будет расходоваться вода. Поэтому делаем 45 сантиметров. Затаптываем две бороздки. Отсчитываем еще четыре бороздки. Раз, два, три, четыре. Ставим колышек. Ориентир у нас есть. Идем. Ставим второй колышек. Чтобы нашу линию было лучше видно, можно взять палку и сделать бороздку чуть поглубже. Чуть позже мы так поступим со всеми бороздками. Готово. Вторую грядку разметили. Подобным образом размечаем все поле. Мы разметили поле, наметили тропинки. Если бороздки вам покажутся слишком мелкими, пройдите по ним еще колышком, чтобы сделать поглубже. Теперь пора сеять. Для начала заготовим этикетки. Вот, например, такие. Где напишем название сортов, которые мы будем сеять. И будем отмечать, где какой сорт мы посеем. Если вы сеете один сорт, то можно этого не делать. Но если вам хочется посмотреть и сравнить разные сорта, если вы ведете какую-нибудь исследовательскую работу, обязательно делайте этикетки и отмечайте все сорта. Сейчас посеем укроп. Укроп, петрушка, морковка. Посев одинаково. У меня один единственный сорт. Супердука. Поэтому укроп я отмечать не буду. Я и так знаю, что у меня растет супердука. Что мы делаем и как мы сеем? Чуть-чуть сыпем в бороздку. Супердука это кустовой укроп. В него мощный куст. Поэтому не нужно его сеять слишком часто. Точно так же вторую бороздку. А потом третью и четвертую. Важный момент. Укроп, петрушка, морковка лучше всходят, если семена не просто заделают, а еще сверху их чуть-чуть придавить. Делается это вот так. Итак, сегодня мы не только разметили поле, но и посеяли им. Потому что сроки. Четвертое июня. Если что, у нас снег сошел недавно. Поэтому сроки поджимают. И сеем мы в этом году все в июне. Немножко о этикетках. Даже если вы поставили этикетки и все четко написали, не выбрасывайте пакетики из-под семян. Если вдруг надпись смоется или будет неразборчиво, этикетки помогут вспомнить, что вы сеете. Еще неплохо бы составить план посева. Это то, с чего следовало начинать. Но об этом как-нибудь позже. А сейчас немножко о культуре, которую мы посеяли. Петрушка, укроп, морковка. А вот свеклу я не посеяла. Потому что свеклу я буду сажать рассадой. Сроки поджимаем. Уже июнь месяц. Как высадить свеклу рассадой, об этом следующий ролик. Надеюсь, мой сельскохозяйственный опыт кому-нибудь будет полезен. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok